Сейчас мы будем останавливать транспортные средства и проверять водителей на неуплату налогов. От долговой ямы автовладельцев Екатеринбурга сегодня пытаются спасти дорожные инспекторы. Сотрудники ГИБДД останавливают автолюбителей и проверяют, есть ли их имя в базе данных должников по налогам. Если да, то водителям предлагают погасить задолженность здесь и сейчас, чтобы встретить Новый год с чистой совестью. Подъявите ваши документы, пожалуйста. Мы вас проверим на неуплату задолженностей по налогам. И уже первая проверка дает результат. За рулем как раз должница. Девушка не оплатила налог на машину. У вас имеется задолженность по транспортному налогу сроком оплаты 2 декабря. На удачу сотрудников налоговой службы автовладелица оказалась сговорчивой и сопротивления не оказала. Сумма небольшая, на самом деле полторы тысячи, но тем не менее все равно это задолженность. И я, конечно, даже могу сказать, что с удовольствием заплачу. Погасить задолженность жителей Екатеринбурга могут в любом из семи районных отделений ФНС. Заплатить необходимую сумму можно прямо через мобильный банк. Всего в пару кликов. С использованием телефона и мобильного банка это так быстро. Не нужно бегать ни в банке, ни искать, где же оплатить этот налог. Просто сканируешь и платишь. Аналитики региональной налоговой службы отмечают, в этом году сумма задолженности уральцев по имущественному налогу заметно снизилась. Однако все еще остается большой, около 1 миллиарда рублей. Если жители региона не расстанутся с долгами до 2 января, их ждут штрафные пени, а возможно и запрет на вылет за границу. Помимо личного транспорта налогом облагаются жилье и земельный участок. Мы предполагаем, что в декабре месяце у нас образуется сумма задолженности в размере 1,2 миллиарда рублей, что существенно для региона. И за счет этих денег могли бы быть построены порядка 5 садиков или 3 школ. Мы хотели вам вручить маленький подарочек, вот такой. Это моя страна. Я плачу налоги. С наступающим Новым годом. В памяти приятной встречи теперь уже бывшей должнице вручают полезный подарок. Не исключено, что именно он станет талисманом для Марии, которая с этого дня обещает платить налоги в срок. Хорошо даже, что меня известили о том, что у меня есть задолженность, потому что перед Новым годом хочется погасить все долги. С чистой совестью вступить в Новый год. Диана Ковандо, Александр Дуванов. Главные новости Екатеринбурга.